Бам-бам, ребятки! Всем привет, это Дава Дым. Мы находимся в цитадели крепких кальянов Ростова-на-Дону. Это у нас Танжирс Лаунж. Я вчера здесь катал смену, заодно мы сразу хорошенечко ознакомились с продуктом Дафт Стронг. Мы его забили разным гостям, а сами прокурили. Я смог насобирать какое-то количество мнения и понял, что есть о чем рассказать. Есть как хорошие стороны, есть так и плохие стороны. Я напомню, что мы продолжаем рубрику «Где сел?» там и снимаю. Поэтому, если я не в фокусе, если там хуево падает свет, то извиняйте. Выключайте, сворачивайте, просто слушайте. Я сейчас буду вещать про Дафт Стронг. Короче, не знаю, хорошо ли это или плохо. Попробую рассказать в двух, наверное, мнениях. Мнение людей и свое мнение по Дафт Стронгу. Мое же мнение немножечко, так сказать, негативное. Я сейчас объясню. Давайте начнем с моего мнения. Короче, Дафт Стронг, да, это крепко, но для меня кажется, что это чересчур крепко. И аудитории, по моему мнению, не нужна уже такая крепость. Люди свыклись с крепостью, так сказать, уже классической линейки Дафта. И они такие, типа, нормально, охуенно, средненькая крепость, можно покурить, аромочка на высоте. А те, кто хочет Дафт полегче, соответственно, они обращаются к Дафт Интра. Это Дафт на чайной основе. И там аромка зашкаливает, и ты просто куришь и понимаешь, что, боже мой, как же, сука, сладко, блядь. Ну, а просто сладко-сладко. И легко. То с Дафтом Стронгом все кардинально наоборот. А аромки, в принципе, практически нет. Это мое мнение. Ее просто нет. То есть ты ее куришь и понимаешь, что она где-то там заглушенная, задушенная, под всяким прессом. Вот где-то пытается вырваться, но ты не можешь ее прочувствовать. Почему? Потому что ее глушить, вот это вот, знаете, такая вязкая тяжесть. Когда ты за такой затягиваешься, понимаешь, что не очень. Также из-за этой всей крепости и повышения вот этих каких-то характеристик тяжести, крепости, сырье. Сырье очень сильно пострадало. Многие вкусы такие, знаешь, типа сырье неприятное. Но это мое мнение. Теперь, почему оно такое мнение? Я в последнее время не очень сильно загоняюсь по суперкрепости. Мне вообще Дафт Стронг никуда не уперся. Мне хватает классического Дафта, который я очень люблю. И мне хватает Дафт Интра, который я просто космически обожаю. Но Дафт Стронг, соответственно, есть спрос, значит, будет предложение. Теперь мнение кальянщиков. Оно сразу скажу, оно максимально положительное. Почему? Потому что я вчера полную банку оставил, как полную коробку оставил на смене здесь, чтобы сегодня приехать и все это ждать. У меня осталось по факту три полной баночки и одна вот полупустая. Все остальное ребятки выкурили. А также реакция гостей, которые пришли на смену, зная, что на эту смену я привезу Дафт Стронг. Они тоже подходили и говорили, хотим покурить Дафт Стронг. Соответственно, мы все это забивали и понимали, что гостям это нравится. Гости реально долго ждали что-то на аромке Дафта, но что-то очень крепкое, без добавления каких-то дополнительных дох, каких-то бустеров и прочего-прочего. В целом, что касается упаковки, это, конечно, уже так, знаете, посредственно, но я думаю, должен об этом рассказать стильненько, текстурненько. Но мне тоже непонятно, почему здесь текстура кожи какого-то крокодила, либо, может быть, я не так чувствую. Хуй его знает. Но мне кажется, здесь нужно было просто делать насечки металла. Это типа же Стронг, это типа же жесть. Вот такие жестяные насечки. Думаю, было бы прикольно так, чтобы люди не подскальзывались. В заключении, мне Стронг, вот как именно крепкая линейка Дафта, не зашла. По всем параметрам абсолютно. Крепости я не понял, тяжесть меня душила, аромки я конкретно не прочувствовал. Теперь, так сказать, объективное мнение людей, которые это пробовали, бля, заебись, давно, сука, ждали. Рома красавчик, давно надо было нахуй выпустить Стронг. Это тот самый любимый старый Дафта, который немного ТХшит. И эта ТХшка в Дафт Стронге, она сейчас, знаете, получилось так, что фишка. Если раньше, когда Дафт ТХшил, его там бросали на батареи, что-то с ним делали, это вызывало больше негатива. Потом компания Дафт все это быстренько поменяла, убрала ТХшку, все выровняла, стабилизировала. Люди говорят, ебать, а где ТХшка? А, блядь, Дафт стал говном. Блядь, а что за пиздец? Примерно вот так. И тут Дафт выпускает линейку Стронг, которая прям просто намекает. Дафт ТХ Лайн. И люди такие, ебать, охуенно. Если ты хочешь высказать свое мнение по поводу Дафт Стронга, то ты это можешь спокойно сделать в моем Телеграм-канале, который я недавно создал. Ибо условия, так сказать, вот этой нецелостности немного подталкивают к этому. Ссылочка на Телеграм-канал, конечно же, в описании вступает. Там очень много интересных обсуждений. Я там решил вот прям срать, 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 срать прям конкретно. А также можешь написать ко мне в Инстаграм, если ты не в курсе и меня потерял, то у меня новая Инста. Но если ты оказался в Ростове-на-Дону, то welcome в Танжирс Лаунж. Это крутое место. Здесь крутые мастера. Я думаю, тебе понравится. Поэтому это да воды, это где сел, там и снял.